У меня этот год проходит, как бы сказать, юбилейный, что ли. Я тут давал несколько концертов, которые называются хронологические, где пел от самых первых песен до самых последних. Группа «Хронопа» была организована в 85-м году, поэтому первые песни были как раз в 85-го года. Пожалуй, одну песню вам спою. Таутина. Я говорил уже на прошлом концерте, как раз хронологическом, что история «Хронопа» — это история страны. Каждый период страны отражен в наших песнях. Разумеется, во время перестройки мы пели социальные песни. В 90-е мы пели такие «Шалев от свободы», такие заумные достаточно вещи. И все песни были с кривыми размерами, пять восьмых и так далее, с переменными размерами. Это как раз тоже было свойство свободы, что можно было все. Когда пришли сытые нулевые, мы стали петь песни, поп-песни можно сказать, о любви, простенькие такие вещички. Сейчас снова пришла пора петь социальные песни. Ну, я маленькую песню спел. Песню о любви и нивости. А вот какие песни мы пели бы в 90-х? Ну, в качестве иллюстрации эта песня «Гибкие люди», «Мышламки». Очень важно, что год назад я почувствовал, что эта песня стала снова актуальной. И мы ее записали в студию с другим отцом-основателем группы «Хану» с гитаристом. Но, правда, я немножко поменял кое-какие слова, потому что там уже совсем было «пятилетка». То есть, грубо говоря, там просто лексика была совсем советская. Кое-чего я исправил, но не так много. И вы сейчас увидите, насколько эту песню прямо можно сейчас петь, и она совершенно абсолютно актуальна и абсолютно современна. Песня «Гибкие люди» Раз в 10 лет мы пытались глядеться во тьму, Попрючь, сбиваясь с куса. И подсказывая себя разным колером, Я удивляюсь, как я остался русым. Песня «Гибкие люди» 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 Песня «Гибкие «Гибкие люди» И пошло мне, и пошло мне.